Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой АСМР-канал. Меня зовут Лиса, и это будет не АСМР-видео, это будет мукбанг. Мукбанг-чаепитие, потому что сегодня у нас тортики. Это эклеры, фисташковый, карамельно-ореховый, кажется, чизкейк, Нью-Йорк, и вот такая замечательная пирожная корзиночка с грибочками. Ой, как это всё пахнет! Я заварила себе уже кружечку, кружечку, кружищу горячего чая с бригамотом и лимоном. Так что присоединяйтесь ко мне, я очень голодная, мне не терпится попробовать все эти пироженки. Я после работы, ребята, на самом деле ужасно устала. Но когда я включаю камеру, выставляю свет, выкладываю все всякие эти вкусности на тарелку, и, короче говоря, когда я начинаю снимать видео, у меня как будто бы открывается второе дыхание. Потому что уставшей была та девочка, которая сегодня работала целый день, ужасный длинный день, а видео снимает для вас Лиса. Сейчас скажут, что у меня раздвоение личности. Так, давайте, короче, без долгих разговоров попробуем сначала эклерчик. Не знаю, почему я не убрала эти бумажки. Торопилась. Посмотрите, какой он зелёный. Кусаем. О, боже мой. Это упомязательно вкусно. Крем. Крем внутри тоже фисашковый. О, боже, как хорошо. Вы знаете, ребят, я решила сегодня не выделять для обсуждения какую-то конкретную тему. Поскольку макбанга Чипити давно не было, я решила, что просто возьму несколько вопросов из ваших комментариев с указанием автора, разумеется, и отвечу на них. Были действительно интересные вопросы. Итак, Юлия Кирова спрашивает. Хотелось бы услышать о вегетарианстве. Что думаешь о такой системе питания? Смогла бы ты стать вегетарианцем? Похоже, вопрос задавала Елена Дмитриевна. Затронь тему о вегетарианстве. Что думаешь об этом? Смогла бы ты стать веганом? Скажу сразу, я очень уважаю тех людей, которые сделали осознанный выбор в пользу вегетарианства, веганства, отказались от всей продукции животного происхождения. Более того, если бы я могла отказаться от мяса, я просто очень люблю мясо и не представляю, как вообще без него жить. Я бы, наверное, тоже это сделала, потому что я выступаю прямо очень яростно против шуб из натурального меха, против изделий из натуральной кожи. Ну ладно, из натуральной кожи, в принципе, это делается из телячьей кожи, все равно как бы это те животные, которые идут в пищу, ну шубы, господи. Я просто смотрела, наткнулась как-то на один ролик в ленте фейсбука, где показывали, ну это как бы не застольная тема, конечно, но показывали условия содержания животных на этих меховых фермах. Показывали, как их убивают, забивают, да, для того, чтобы получить эти шкурки. Когда сказали, что на одну норковую шубу нужно 300, 300 маленьких норочек этих зверёчков, которые содержатся в клетках в таких условиях, которые умирают такой страшной смертью. Короче, это всё очень триггерные для меня темы. Точно так же я очень против зоопарков, где используются животные. Против всяких дельфинариев, океанариумов и всего остального. Когда вот эти видосы из цирков, где дрессировщики лупят этих львов, ну, я считаю, что ни одно живое существо не должно существовать на потеху людям. Это неправильно. Вот эти львы, эти слоны, которых дрессируют, которых бьют, которые голодают, которые содержатся в этих клетках, ну, это неправильно, это не должно так быть в 21 веке. Это не забавно, это не весело смотреть на это всё. Ну, мне, во всяком случае. Я последний раз была в цирке в сознательном возрасте. Мне что-то было где-то около, там, не знаю, 22 лет. Я посмотрела на это всё и вообще не нашла это ни занятным, ни забавным. В этом плане, вот, я очень уважаю цирк Дю Солей, да? То есть это цирк, который полностью основан на человеческих талантах, который не использует животных. И это правильно, так и должно быть. Вот это цирковое искусство, а не издевательство над несчастными, там, собачками и всеми остальными. Давайте чизкейк попробуем. А то что-то я расстроилась, пока всё это вспоминала. Не поняла. Надо ещё раз попробовать. В принципе, ничего. Ну, это не лучший чизкейк, который я ела. Так что, возвращаясь к вопросу, да, я уважаю таких людей, даже в какой-то степени восхищаюсь, если они этот выбор сделали осознанно. И если они, знаете, как это сейчас зачастую бывает, не навязывают этот выбор больше никому из своих окружающих. А то есть такие веганы, которые... Веганы, по-моему, только ради того, чтобы каждой встречной собаке рассказывать, почему они веганы. Это как бы личный выбор каждого. Поэтому те, кто, короче, это сделали, они молодцы. Вот что я думаю. Так, ещё один вопрос. Тема буллинга. Например, коллектив находит человека, которого без причины могут затравить. Хотелось бы услышать твое мнение. Может, ты поможешь ещё тем, кто не может дожиться ни в одном коллективе, потому что это всегда актуально. Наташа Морган задала этот вопрос. Вы знаете, мне как-то, наверное, повезло по жизни. Я ни разу не попадала в такую ситуацию, чтобы меня там где-то травили. Ни в каком коллективе. Ни в школе, ни в институте, ни тем более на работе. В принципе, я считаю, что работа — это уже такое место, где собрались взрослые люди, адекватные. И кого-то там травить специально всем коллективом. Ну, это, наверное, какие-то прям очень редкие случаи. Это какой-то нонсенс. Возможно, в основе этого лежит какой-то конфликт. То есть человек, которому, да, коллектив там объявил бойкот, может быть, он как-то там неправильно себя повёл, неправильно поступил. Некрасиво, например, да. Ну, хотя, опять же, это не повод устраивать травлю. И это как-то вообще глупо, что ли, я не знаю. Что я могу посоветовать человеку, который оказался в ситуации травли именно со стороны коллектива? Ну, наверное, то же самое. Максимально абстрагироваться. Если нет возможности поменять этот коллектив, поменять как-то эту ситуацию, перевернуть её в свою пользу. Перетерпеть, переждать. И если ситуация не улучшится, то я считаю, что здесь подойдут и такие кардинальные решения, как смена работы. Почему нет? Понятно, что не всегда это возможно, но в любом случае к этому можно стремиться. Жизнь такая короткая, ребята, и тратить её на дрязги и выяснение отношений на работе, по сути, ну, посторонними тебе людьми, это, наверное, не есть хорошо. Здорово, когда там среди коллег ты находишь себе каких-то друзей, с которыми потом общаешься. Помимо работы я тоже таких нашла, и это прекрасно. Я всегда открыта для новой дружбы, для новых знакомств. Ну, если этого не получилось, ну, окей. Вы не обязаны дружить со всеми этими людьми. Вы с ними работаете. Ну, вот и всё. Так. Смотрю видео и задумалась о том, что давно вашего котика не было слышно и видно. С Антошей всё хорошо. Да, конечно, с Антошей всё хорошо. Давайте корзиночку попробуем. Там варенье, а сверху вот эти грибочки, это типа заварной крем. Вкусно, я люблю такие корзиночки с детства. Про Антошу. С ним всё в порядке. Интересно, что он, конечно, очень скучает теперь один, потому что до этого я была постоянно дома. А теперь он целыми днями просиживает тут в горлом одиночестве. Грустит котик. Зато он очень радуется, когда я прихожу с работы. Всегда меня обязательно встречают на табуреточке у входа. Это очень приятно, потому что муж у меня, допустим, сегодня опять в командировке, как и вчера. Вот. А когда ты приходишь в дом, где тебя никто не ждёт, это, наверное, очень грустно. Даже если тебя ждёт котик, это всё равно хорошо. Так что я возвращаюсь домой, поздно. Кормлю Антошу. Потом я обычно там остаток вечера сижу в своём любимом кресле, читаю, или там смотрю какие-то видосики, а он всегда приходит, запрыгивает ко мне, ложится со мной рядышком, и мы так уютненько сидим. чтобы вы понимали, ребят, у меня полдевятого вечера. Прощай, фигура. Я уже наелась, но мы должны ещё немножко покусать этот эклер. Фристошковый был вкуснее. Он просто не очень любил всего шоколадного. Я вообще-то присила карамельно-ореховый, но мне, походу, достался шоколадный. Так, ещё какой-то я один вопрос себе выбирала. Вот он. Лиса, ты сейчас занимаешься на велотренажёре? Это спрашивает Крымская. И был там ещё вопрос насчёт того, занимаюсь ли я спортом. Те, кто меня смотрит давно, вы знаете, что я вообще-то хожу в зал. Но, к сожалению, не была я там уже месяца два, наверное, с тех пор, как устроилась на работу. Я достаточно поздно сейчас заканчиваю работать. Ещё не вошла в свой нормальный график. С апреля там он уже будет более-менее такой адекватный. Поэтому, вы знаете, ребят, забила абсолютно за эти два месяца на спорт. Я настолько устаю, что, ну, я вот еду домой с работы и думаю, так, что, сейчас пойти в спортзал? Или может покататься хотя бы на велосипеде дома? и понимаю, что нет, ну, ну, нет просто, нет никаких сил на это. А на выходных так много накапливается всяких дел, столько всего хочется успеть. Короче, пока что-то в спорт происходит не у меня. Я обязательно это исправлю. В любом случае, хотя бы дома на тренажёре я буду заниматься обязательно. Просто немножко попозже, надо мне прийти в себя. О, ну что, я наелась. Обожралась тортиков на ночь. Надеюсь, вы успели со мной выпить кружечку чего-нибудь горячего, бодрящего, съесть тоже что-нибудь не очень полезное, но очень вкусное. Всем, кто смотрел этот мукбанг, спасибо. Спасибо за компанию. Спасибо, что вы у меня есть и что вы продолжаете ждать моих видео. Я знаю, что я сейчас выпускаю их реже, но я стараюсь, ребят. И обязательно мы выйдем на график два видео в неделю. Я вам обещаю. Всех люблю. Пока-пока. Пока-пока.